Не секрет, что игровой жанр хоррор в последнее время пребывает в жесткой стагнации. Многие игроки жаждут того, чтобы их не только развлекали, но еще и пугали, а потому возлагают большие надежды на сиквелы известных ААА-проектов. Но недавняя практика показывает, что детища независимых разработчиков справляются с этой задачей не хуже, а иногда их переигрывают и уничтожают. Существует один прецедент, который пускай и не стал новым словом в жанре, но как минимум послужил глотком свежего воздуха. Сегодня речь пойдет о российской хоррор-новелле с незатейливым названием «Зайчик», являющейся весьма вольной адаптацией одноименного рассказа Дмитрия Мордоса. На данный момент для прохождения доступно два игровых эпизода. Третий планируется к выходу в 2021 году и оставшиеся два в 2022. Разумеется, невозможно дать объективную оценку еще не вышедшей игре, но попытаемся разобраться в том, каким образом визуальная новелла с помощью двух непродолжительных эпизодов уделывает большинство известных тайтлов в жанре хоррор. Зайчик, по сути, соткан из таких жанров, как point-and-click квест, хоррор и визуальная новелла. Если с первыми двумя все более-менее понятно, то для понимания особенностей рассматриваемой игры нужно прояснить, что из себя представляет последний. Визуальная новелла или визуальный роман – это игровой жанр, основными особенностями которого являются подача сюжета через обилие текста, а также статичное изображение, иногда с помощью анимации и видеороликов. Порой в визуальных новеллах присутствуют элементы интерактивного кино и нелинейность. Собственно, и Зайчик сохраняет вышеупомянутые черты. Визуальный ряд радует глаз как приятной, а местами устрашающей рисовкой, так и анимированными роликами. Если поставить игру на режим автоматического переключения, то может сложиться впечатление, что смотришь очередную серию своего любимого мультсериала или аниме. Определенная интерактивность также присутствует. Игроку временами предстоит принимать различного рода решения. К примеру, подбирать предмет, вызывающий неподдельный интерес у главного героя или нет, дать сдачу грубияну или бездействовать, настроить телевизор или проиграть кассету. Порой выбор действительно влияет на дальнейшее развитие событий конкретного эпизода. Но определить, к какому пути приведет то или иное решение, зачастую просто невозможно. Но именно неподдельный интерес к сюжету игры и желание увидеть все возможные альтернативные события приводит к тому, что реиграбельность – осознанный и естественный выбор самого игрока. И повторные прохождения не надоедают. Подавляющее большинство визуальных новелл грешат тем, что выбор зачастую либо ни на что не влияет, либо это влияние бывает очень трудно проследить, ввиду излишней запутанности и сложности сюжета. Однако в «Зайчике» каждый ключевой выбор приводит к совершенно разным исходам. Вот тут я уже не могу привести примеры, поскольку это невозможно сделать без спойлеров. А в случае, если все-таки возникает желание промотать те или иные моменты, предусмотрена соответствующая кнопка. Это еще одна типичная фишка визуальных новелл. Действия истории происходят в тихом, ничем не примечательном поселке, окруженном со всех сторон лесом. Здесь вдруг начинают пропадать дети, и главный герой, недавно переехавший сюда шестиклассник Антон, становится невольным свидетелем и участником кошмарных событий. Помимо этого, в сюжете фигурируют и другие персонажи, по-своему раскрывающие историю. Максимальное вовлечение геймера и ощущение оживленности происходящего стали возможными благодаря усилиям актеров озвучания. Тайга – особое место, детятка. Она к тебе присматривается, принюхивается, словно хочет понять, что ты за зверь такой. Понравишься – в беде не бросит. А будешь проказничать – схватит зубочок и утащит с собой под землю. Друзей-то на новом месте еще не завел? Пока нет. Я только после каникул в школу пойду. Тогда вот вам на всякий случай мой номер. Звоните, если... если узнаете, что. Да что твоя лиса? Вот у меня на окне сова! Опять ты со своей совой? Так ты же вчера мне верил! Никто ключи от машины не видел? Вроде оставлял на подоконнике. Вроде. Вроде оставлял, вроде нет. Вроде взрослый мужчина, отец двоих детей, а вроде... Перестань, пожалуйста, Карина! Некоторые персонажи вызывают сочувствие и симпатию, а некоторые – гнев и желание вломить виртуальных люлей. А есть и те, что вызывают самый разнообразный спектр эмоций. Последний эффект оказывает Алиса, пожалуй, самый примечательный и самый неоднозначный персонаж новеллы. Чего молчишь, не смешляныш? Язык вырвали? Слушай! А я тебе еще и нос откушу! Будешь знать, как совать его в чужие дела! Лисица-плутовка мгновенно завоевала сердца многих геймеров и вмиг обросла локальной фан-базой. На первый взгляд, игра по большей части представляет из себя симулятор жизни обычного мальчика в российской глубинке. И это отчасти так. Только со временем начинают происходить отнюдь необычные события. Уже с первого эпизода сюжет игры дополняется и словно обрастает собственным фольклором, частично имеющим в своей основе детские страшилки, с элементами мистики и оккультизма. А уже во втором эпизоде игра отчетливо превращается в психологический хоррор. Зайчик заимствует характерные особенности хоррора и визуальных новелл, максимально изящно их переплетает, подчеркивает достоинства и старается избегать типичных недостатков. К примеру, многие новеллы славятся своей растянутостью и перегруженностью диалогами. В Зайчике же наоборот постоянно что-то происходит, и повествование умело разбавляется либо интерактивными эпизодами, либо краткими флэшбэками из детства Антона, или же, например, раскрытием лора игры посредством леденящей души экспозиции. Последний прием оказывает максимальное воздействие на игрока. Хозяином леса его прозвали не просто так. Ему подчиняются все звери, пернатые и лохматые. Они предвестники появления самого чудовища. Если слышать его и вдалеке, то, скорее всего, он знает, где вы живете. Если порог дома истоптан звериными следами, а за окном караулят птицы, прячьтесь, он уже идет за вами. А современные хорроры страдают неоднородной геймплейной структурой, спорными сюжетными твистами и не слишком удачными попытками напугать геймера. Обилие дешевых скримеров, к сожалению, характерная черта. Но в Зайчике хватает и других методов запугивания. Есть и грамотно нагнетаемый и закрытый саспенс, пробирающий до мурашек саундтрек, психоделичные и жестокие сцены, не уступающие тому же Резиденту или Сайлент-Хиллу. А скримеры, как метод запугивания, мелькают не слишком часто, но каждый раз достигают цели. Можно бесконечно долго разбирать пугающие механики в игровых сценах, но все же приведу один пример из первого эпизода. Антон смотрит в окно и наблюдает странное зрелище танцующих зверей. Настроение сцены кардинально меняется, после того, как относительно спокойная композиция, играющая на фоне, резко обрывается. Одна из животных фигур устремляется в сторону окна и на миг исчезает. Игрок ожидает подвоха и морально готовится к скримеру. Но никакого скримера в этой сцене не будет. Прием обманутых ожиданий используется в этой игре довольно часто и каждый раз в точку. Несмотря на то, что доступных эпизодов всего два, они кардинально отличаются друг от друга в сюжетном и атмосферном плане. Если первый представляет из себя знакомство с Антоном и его семьей, то второй посвящен новой школе и неожиданным знакомствам. Он гораздо сложнее в плане повествования и обладает большей вариативностью и большим количеством локаций и новых персонажей. При этом ни один эпизод не провисает. Новелла приятно удивляет как стилем художественного текста, так и визуалом. Порой происходящее на экране представляет из себя самое настоящее искусство. Несомненным достоинством является тот факт, что разработчики игры успешно разрывают языковой барьер, поскольку игра была переведена на несколько языков с сохранением художественного стиля. Изящным и приятным дополнением геймплея служит словарик, который подробно объясняет огромное количество внутриигровых понятий и слов, отсылающих к реальной жизни, а также русской и не только культуре. Это нововведение изрядно помогло англоязычным геймерам погрузиться в колоритную атмосферу игры и не путаться в незнакомых или малознакомых вещах. Впрочем, от прочтения этого словарика и у русскоязычных геймеров может свести аутскулы, а кто-то откроет для себя что-то новое. Не скрою, часть терминов я откровенно не знал. Век живи, век учись, как говорится. Значительная доля русскоязычных геймеров ощутит знакомые вайбы. Кто-то переживет личный эпизод ностальгии, кто-то узнает в этой глубинке свою деревню, в которой вырос, и так далее. Степень вовлеченности игрока на уровне одного лишь сеттинга потрясает. Что касается главного героя, Антон постоянно переживает из-за семейных неурядиц, думает, как порадовать младшую сестру Олю, милую и непосредственную девочку с богатым воображением, пытается освоиться после переезда, испытывает страх перед новой школой, перед дремучими и непостижимыми лесными массивами и боится детских страшилок. Многие смогут ему так или иначе сопереживать и в какой-то мере себя с ним ассоциировать. Впрочем, и другие персонажи вызывают различный эмоциональный отклик у игрока. Благодаря удачному сочетанию жанров, сбалансированным диалогом, с сильной драматургической основой, не паразитирующей на оригинальном источнике, а также усилием актеров озвучания, Зайчику удается подарить ценителям хоррора незабываемый экспириенс, а также напомнить, что означает бояться. Своей потрясающей способностью увлечь и напугать игра дает удар под дых многим именитым представителям жанра. Сложно сказать, какими получатся остальные эпизоды, но можно не сомневаться, что у разработчиков припасены сюрпризы. Поживем – увидим. Но то, насколько томительным выходит ожидание продолжения истории, уже о многом говорит. На данный момент мы имеем интересную и проработанную интерактивную хоррор-сказку, которую лишь немногие захотят послушать на ночь. Восемь бьем копытом осень, для медведя, для лисы зайчик кушать принеси. Ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-